Но, как говорится, в семье не без проблем. Под венцом задержан варитель пожарной службы и его товарищ. Они застрелили семилетнего лося. Все бы ничего, но сезон охоты еще закрыт. Инспекторы охраны животного и растительного мира констатируют, этот зверь редкий экземпляр, весит 400 килограммов и мог бы оставить после себя неплохое потомство. Браконьеры же поступили весьма цинично. Они убили лося возле кормовой базы, зная, что эту территорию зачастую патрулируют егеря. Александр Смирнов подробнее. Этот район егерская служба патрулирует часто. На территории охотхозяйства размещено кормовое поле. Очень много зверей сюда приходят и может стать легкой добычей браконьеров. Во время очередного рейда с госинспекцией природоохраны егери услышали выстрелы. Группа выдвинулась, ориентируясь по звуку, и стала аккуратно пробираться по лесу. Вооруженные браконьеры могли оказать сопротивление. Мы застали их, когда они половину уже лося разделали, сняли шкуру, вытащили сбой. Заднюю часть положили в мешки. Уже было готово два мешка с мясом. Во время задержания подозреваемые попытались скрыться. Одного из них удалось задержать недалеко от места преступления. Им оказался житель Ивенца, работает штукаттором в столице. Выяснилось, что у мужчины есть официальное удостоверение на право охоты и зарегистрированное ружье. Поэтому неудивительно, что действовали злоумышленники профессионально. Семилетнего 400-килограммового зверя за очень короткое время сумели выследить, убить и разделать. Единственный их промах, сезон охоты на лося, еще не открыт. Он сделал четыре выстрела. Ну, как вы видели, три пули положены в лопатку практически в одно место. По убойному месту прострелил легкие, печень, сердце. Все пожизненно важным органом. Да, было видно, что человек профессионал своего дела. Напарнику задержанного удалось уйти по болотам. Позже его разыскали сотрудники следственного комитета. Он тоже оказался жителем Ивенца, работает водителем в одном из подразделений МЧС. До выяснения обстоятельств его поместили в следственный изолятор. Как говорят профессионалы, такого зверя редко встретишь в белорусских лесах. Это лось-производитель. Именно поэтому он имеет особую ценность. Тем не менее, сумма ущерба это никак не изменит. Это величина постоянная, 9,5 миллионов рублей. Плюс ко всему, браконьеры за незаконную охоту заплатят штраф. Его размер установит суд. Максимально это может быть 100 миллионов рублей. Александр Смирнов, Виктор Борисов, Зона Икс.